И шабаш отметили сразу, видишь? Девять сечей, сейчас как пойдет? Ну, у тебя там одна, у меня тут девять. Зато толстая. Ну, естественно, все. Давай начнем с музыки, да? Начнем с того, что... Ну, у нас еще есть пять минут, пока народ собирается. Давай. Давай, поиграй, пока народ. Пока вы там со звуком все сделаете, пока вы там с народа. Ну, да, приходится делать всю техническую часть. Да-да-да. 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 Да-да. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, как получится? Чтобы вы понимали, мы не ставим какой-то тут сценарий, вот как идёт у нас, так у нас идёт. Пишите пока свои вопросы, вы можете писать по различным темам. Тема сегодня заявлена по страхам. Вы можете написать, допустим, вот я вам задам первый вопрос, да, и вы напишите, как вы относитесь к неизвестности. Начнём с этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что? Сначала скажем, что с Днём России! С Днём России! Здравствуйте, граждане! Итак, начинаем... С Шабата! А, ну да. У меня побольше свечей-то будет, видите? Ну так Россия же! Не Германия! Ну ладно. Я думаю, что дело в людях просто. Люди, человеки. Люди, человеки! Люди, человеки! Самое главное, это наше время, это энергия. Энергия, когда человек находится в себе, в потоке, в своём, у него всё решается. Точно. А что не решается, значит, что-то происходит в человеке самом. Стресс, связь этих стрессов, союзы, меча и этого какого. И орала. Видишь, какая штука? Великая судьба всего наших. У меня свечей, конечно, очень много. Это я уже заметила. Я люблю огонь, потому что, допустим, приходят люди, ты с ними работаешь, и ты зажигаешь там ряд свечей, и каждая свеча, она что-то обозначает, ну такое наше физическое, скажем так, такое обращение. И усиливается огонь, усиливает все возможности. Ну и плюс воск, он на себя отражает рисунок людей, их программы и так далее. Так, у нас сегодня что со страхами? Страхи – это страхи препятствия. Страхи – это значит, что у человека, скажем, он что-то боится. Что боится? Заболеть, стать бедным, нищим. А давай мы спросим наших слушателей, чтобы они нам написали, какие у них есть страхи, или какие они знают страхи. Ну, чего тут уж нужно начать. Я понимаю, что каждый, не каждый, допустим, признается в своих страхах. Ну, допустим, есть страх. Допустим, вот у меня есть страх изучения китайского языка, потому что я как посмотрела, что там изучает моя дочка. Ну, для меня это просто темный лес. Если я еще иврит, я еще как-то там различаю буквы, то тут вот эти вот знаки, ну, достаточно, достаточно сложно. И, конечно, вообще страх когда образуется? Страх образуется, когда есть неизвестность. Правильно? Ты согласен со мной? А у вас какие есть страхи? Как бы, не знаю, дальше сказать-то. Я страхи не выделяю. Скорее всего, они выделяются, когда какая-то происходит ситуация. Точно. Ну, то есть, страх, страх это, в первую очередь, это, с одной стороны, он должен присутствовать, как, как сказать, как тормоз. То есть, ты едешь, например, там, ну, на машине, и ты адекватный, и тут надо тормозить. А ты там, да я бесстрашный, там, и поехал. Я считаю, что как раз-таки страх, он срабатывает для того, чтобы ты нажал на педаль на тормоз. То есть, страх это не только там какая-то специальная программа стоит у человека там, но она может такая стоять тоже, да, фобия. Но и так же, но и так же страх это тормоз. То есть, он нас останавливает, нас перед прыжком, ну, надо подумать еще четко, точно туда идем или нет. То есть, это страх, такой инсайт страха, что ли. То есть, он всегда нас предупреждает о чем-то. Ну, наше, а предупреждает нас обязательно. Я не знаю, там. А всегда нужен ли этот страх? Вот как ты считаешь? Слушайте, ну, я думаю, что, опять-таки, страх страху рознь. Здесь самое главное понятие, опять-таки, это каждый человек индивидуально смотреть, что у него, что страху мешает. Например, если мы работаем с людьми, он говорит, мне мешает страх, например, прилететь в самолете. Ну, допустим, да, такое общее, ну, такое он распространенная фобия такая, да, и ты, я делаю там, я делаю процедуру, там, сеанс, и человек самолет не боится. То есть, у него, у него там чакры, там, ну, в общем, он не боится самолета. Ну, страхи, в основном, это высота, это замкнутое пространство, это вода, это, ну, скажем так, страхи мешают человеку лидизоваться. То есть, он, ему мешают эти страхи разговаривать с народом, выйти спеть песню, там, выступить, там, да, там, прочитать, вот, есть стишок, вот, страх признаться себе в чем-то, страх попросить, там, у Бога прощения, там, или, там, попросить что-то. То есть, страх, их очень много. Страх – это препятствие. Страх – это или идет программа от мамы, от папы, первая, то есть, страх, в любом случае, у нас есть. Это генетика. Плюс, это, ну, приобретенные какие-то вещи, мы боимся, там, больше зарабатывать деньги, мы боимся быть известными, популярными, успешными, мы боимся за собой повезти людей, мы боимся открыть собственный магазин, мы боимся, я не знаю, там, в Фейсбук, вот, в Контакт выложить ссылку, я не знаю, как ее укладывать. Тоже, как это непонятно. Но у тебя же нету страха по этому поводу, правильно? Нет, я просто должен понимать, как ее скопировать, потому что у меня всего два телефона, у меня нету сейчас компьютера, надо его открывать, и там, видимо, там что-то включать, у меня этого нету, а трассляется на телефоне, и сейчас надо залезть в WhatsApp, там, короче, ну, что сейчас ковыряется, там. Хорошо, хорошо, немножко, немножко отходим от темы, я тебя немножко потащу снова в другую сторону. Вы можете задавать нам вопросы не только по теме страха, но и по различным темам. И я бы задала вам сейчас такой вопрос, не только Рафаэлю, но и слушателям, которые нас слушают. Хорошо, хорошо, немножко, немножко. А что такое для вас страх неизвестности? Да, вот, как... Как вы относитесь, вернее, как вы относитесь к страху неизвестности? Вот, допустим, вы идете куда-то, и вы не знаете, что произойдет, да? Какие мысли сначала у вас возникают в голове? От того, какие вы мысли возникают в голове, на самом деле, очень многое отлично увидела, что у тебя тоже идет трансляция. На самом деле, очень многое происходит. То есть вы своими мыслями, мысли — это энергия. Вы создаете определенную энергию. Энергия создает определенную ситуацию. И что еще хочу сказать, что страхи — это... Из-за чего образуются страхи? Из-за того, что у нас есть, скажем так, прописанные какие-то вещи в нашей программе души, можно так сказать. И у нас есть, как уже Рафаэль сказал, какие-то приобретенные вещи. Мы сейчас не касаемся именно таких вещей, как эйфобия, эйфобия — это немножко другое. Я хочу ближе рассмотреть тему. Вот сейчас у нас очень много людей стоит перед некой неизвестностью. И есть вот этот вот страх неизвестности. И я думаю, что хорошо будет дать понимание, вот, как действовать в этом плане. Я как бы расскажу сейчас свою точку зрения, а потом ты расскажешь свою точку зрения. Хорошо? Конечно. Окей. Если мы берем физический уровень, и у нас уже произошли ряд каких-то событий, то этот ряд событий на физическом уровне зафиксирован как определенные реакции в нашем мозге. Это без энергии, это чисто физика. Зафиксирован он в определенном отделе мозга. Этот отдел называется амигдала. По-немецки он амигдала называется, я думаю, и по-русски так называется. Это отдел так называемых эмоциональной памяти. Здесь на физическом уровне зафиксированы ваши реакции на какие-то ситуации. И когда у вас возникает новая ситуация, вот эти вот реакции начинают работать. Это чисто физика, то, что я хотела добавить. На энергетике там происходит, понятно, еще ряд определенных вещей. И теперь слово Рафаэль. Ну, смотрите, страх это... Ну, с страхами связано очень много всего. Страх как бы может останавливать человека. Есть так называемое бесстрашие. То есть, например, страх снимается, например, какими-то препаратами, снимается там чем-то еще. Человек понижает вибрации для того, чтобы, например, там открыть свою бесстрашность. На самом деле, страх, с одной стороны, он... Человек останавливает. Ну, я думаю, что остановка такая проверка. То есть, человек все равно проверяет. Это как вы знаете, вот ты вводишь какой-то код, чтобы запустить ракету. И нужно этот код повторить. Поэтому она всегда останавливает. Нам всегда страшно, я не знаю, там, ну, за все что угодно. А, Рафаэль, Рафаэль, можно вопрос? А кто, кто нас останавливает? Останавливает характер человека. То есть, страх как программа прописан в характере. То есть, это программа души, с которой мы уже родились, правильно? Ну, в системе уже, вот как вот, как в интерфейсе, заложена так называемая кнопка, ну, девайс такой, да? То есть, ну, приложение, страх. Вот. И он срабатывает, или когда человек находит на автопилоте, например, там, человек, ну, не управляет собой. То есть, страх срабатывает как автопилот. Вот. Или когда человек принял свое ручное управление, автопилот отключил. То есть, есть такое понятие автопилот и ручное управление. Автопилот, это когда человек как раз таки идет по судьбе, ну, идет, как идет. То есть, у него характер, это есть автопилот. Фактически. Когда человек начинает свой характер развивать, он начинает, скажем так, ну, создавать новые программы, прошивать себя. Оцифровывать, отшифровывать. Вот. И он может уже управлять своим страхом фактически тоже. То есть, опять-таки, ну, хоть счастьем, хоть страхом. Вот. Поэтому страх, он, ну, здесь нужно смотреть все индивидуально. Я не скажу, что это болезнь. То есть, есть, конечно, психические заболевания. То есть, страх, он, и может на психе отражаться, там, заболевания, там, ну, как сказать, там, боятся куда-то пойти, то есть, боятся что-то сделать. Это не только, там, понижение, там, самооценки, там, уходить с пьедестала. Но страх останавливается в развитии самого человека. Она, у него, он может деградироваться. Он может, там, например, там, ну, чего-то бояться. Бояться, там, есть, ну, есть какие-то продукты, например, там, пить воду боится. То есть, он, страх может, как и помогать человеку, так же страх может человека и разрушать. Нужно посмотреть, что индивидуально мешает страх каждому человеку. Если, я хочу добавить, просто по организации, если вы нас смотрите в контактах, то по возможности, пожалуйста, если вы хотите задать вопрос, либо на WhatsApp вы пишете, либо, либо переходите на Facebook. Ну, смотри, вот здесь пишут люди мне, что они не могут попасть на встречу, то есть у них ссылка, ну, как-то по ссылке, я так понимаю, надо заранее регистрироваться где-то? Нет, нигде не нужно какую-то ссылку послать. Facebook? Ну, они мне на Facebook и пишут, да. Ну, так они у тебя, у тебя на странице идет трансляция? У тебя она должна идти? Ну, они пишут, да, что написать тут. Ну, пусть они перейдут на мою тогда страницу, чтобы они именно вопрос задали, да? Или пусть... Ну, допустим, Елена, Евгения Горунова написала, не могу попасть на встречу. Ну, да, у нас есть еще тут какие-то технические моменты, очень странно. Ну, вот Елену я вижу, то есть у меня на странице я людей вижу, но пока вопросов я не вижу. Ну, неважно, смотрите, я сейчас объясню, что как бы здесь просто нужно, я так понимаю, какая-то ссылка, да, я так понимаю, есть, на которую человек нажимает, он попадает в какой-то там находный трансляция. Пусть пишут на твоей странице, под вот этой трансляцией, которая сейчас идет. Пишите прямо над... под, вернее, пишите прямо свои вопросы под этой трансляцией. Вы видите ее на странице Рафаэля и прямо там пишите вопросы. Ты увидишь это? Ну, вот она уже, по-моему, написала Елену, да, я так понимаю? Да, да. Моя сваха, маг, да, я так понимаю? Да. Зятя любит поучить меня и дать советы, чтобы... Что она обо мне думает. Это, я так понимаю, не к страхам просто относятся, а просто дают вопрос. Да, это просто вопрос. Просто вопрос не связан. То есть моя сваха. Тут, я так понимаю, мать-зятя любит... Понятно. Смотрите, здесь она задала обычно такой бытовой вопрос, распространенный, очень распространенный. И всегда люди, находясь в одном пространстве, они попадают под раздачу. Вы там сама, мадам, тоже там, что там, коридуете? Да, 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 я сейчас посмотрю, что надо. Да, да, я пока смотрю, потому что, смотрите, ну, здесь, это на самом деле, здесь, опять-таки, вот здесь вот скрывается страх поменять все. То есть человек привыкает к какому-то такому вот пространству бытовому, да, когда, допустим, ну, вот родственники там со стороны, ну, со стороны кого-либо начинают просто учить и пытаться там закрутить гайки. Ну, смотрите, здесь конфликты налицо, поэтому как можно, как можно эту ситуацию решить? Опять-таки, вы хотите совет, вот, а совет, сами понимаете, он только совет, только ответ, возьмете вы его там на вооружение или нет, да? Значит, если вы будете заниматься своей энергетикой, вы достигнете успеха. Если вы будете слушать себя, вы достигнете успеха. Если вы будете носить желтый цвет, вы достигнете успеха. Здесь нужна быстрота, вот, идите вперед. То есть идите вперед, у вас есть способности и, в принципе, страх и толкает вас к разруливанию этой ситуации, потому что конфликт можно развлечь только с позитивной точки зрения. Вот так. Вот, у меня вышла карта ценности. Чего это? Цельность. То есть то, что ты сказал, просто хлоши карты подтвердил. Ну, в общем, здесь первое. Нужно просто с точки зрения энергетики просто опускать свет, работать с энергополем человека, любого, кто находится в вашем пространстве, не спрашивая его разрешения, потому что у вас пространство общее. Если кто-то там у вас, ну, хулиганит, скажем так, да, нечаянно, ну, такое бывает, да, ну, на автоматизме это происходит у человека. Вот, нужно просто взять и использовать какие-то практики, там, медитации, там, молитвы, что-то такое, но заниматься этим развитием, чистить пространство, тогда просто будет меньше этого у вас конфликта. Ну чё. Здравствуйте. 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 Аленсина, Sie können auch eine Frage stellen über Ihr Leben oder was Sie wissen wollen, und wir werden dann das Beste tun und antworten. Ich würde dann Raphael das überschätzen. Raphael ist aus Russland. Я знаю, он тоже халер, медиум, и очень много с Астрологией beschäftится. Мы ждем на ваши вопросы. Уже мы будем говорить о том, что она обо мне думает. А почему вас так затрагивает, что она о вас думает? Вот ваш ответ прямо лежит в вопросе, если очень коротко. Вот с этим нужно работать. Ну, Рафаэль, в принципе, уже все сказал. А пока вы пишете вопросы, уважаемые слушатели, я спрошу у Рафаэля, поскольку сегодня День России, что же... Я не хочу никаких прогнозов, потому что это очень такая вещь, как бы так спросить. Так вы спросите, мы ответим, вы не пишете, мы Россию, мы ответим, не надо. Хорошо, хорошо. Ну, мы тоже русские, поэтому тоже относятся... Ну, только в Германии, а мы в Москве сидим. Вы давайте там спрашивайте, не бойтесь, мы там... Хорошо, что ждет Россия в ближайшие, скажем... Ломать и победить, ребятки. Полгода. Но в ближайшем будущем как он? Месяц, два, три. Всегда уточняем срок. То есть, когда задать человек вопрос... Полгода, полгода, я спросила. Давайте, пожалуйста, давайте. 180 дней, да, вот. 180 дней, это будет проще, да, 180 дней. Ну, давай, давай 180 дней. Ну, просто это время, вот именно цифра, вот это очень тоже важное направление. Когда человек задает вопрос, например, там, конкретно, ну, нужно, чтобы было... Согласна, согласна. Было, чтобы... Смотрите, скажем так... Мне, что мне идет, потому что... Какая информация, да, то здесь то идет, да. Мне идет слово небо. Небо, сила, удача, сиди дома, кризис, сила. Голубой цвет, то есть, ну, это связано с реализацией России. Вот. Немножко Россия чуть-чуть глазит. То есть, кто-то, ну, глазит чуть-чуть Россию. Вот, есть такое понятие, да. То есть, возможно, что говорят, ну, как бы... Есть вещи, когда человек немножко информацию переворачивает. О действительности чуть-чуть, да. И вот в таком виде эту действительность многие принимают. Вот такая информация идет, да. То есть, что будет в течение полугода у России? Это, ну, как бы сказать, сила в небе, я так понимаю, да, удача. То есть, в небе, ну, в объеме, да. Выход из кризиса, то есть, в течение полугода, наверное, скорее всего, будут какие-то приняты меры, чтобы мы начали выходить из кризиса, да. И, возможно, будет сниматься вот это вот так называемый сглаз с России, да, вот эта вот информация, которая, ну, как сказать, которую люди не понимали. То есть, они воспринимали Россию немножко по-другому, в негативной форме. И вот эта негативная форма оболочка будет сниматься, так называемая вот эта вот тюль, тюль, зашоренность. И люди увидят реальную там силу реальную, какую-то вот понятную информацию и просветляют, просветлеют люди, скажем так. Ну, немножко Россию закидывают, заплевывают ее видение. Ну, не видение, а вот другим это видение заплевывают, скажем так, закрывают его. Вот, и представляют Россию, возможно, не в том свете, как на самом деле есть. Вот так. Но это вот 180 дней, это выход из всех кризисов. Я думаю, что такая ситуация ждет многих стран, потому что, ну, скажем так, есть тенденция, это экономика в любом случае. То есть, экономика, то есть, как бы мы там по домам будем сидеть, не по домам, но экономика, она есть экономика. Нужно выходить на какой-то экономический уровень. Поэтому Россия, она в течение 180 дней, она будет, этот кризис, я думаю, должна начать преодолевать. Ну, и показывать свою силу, то есть, свою силу, свою там, способность. Ну, Россия есть Россия. Россию вам не понять. То есть, и ногами не шевелить, там, как у нас говорят, и ногами не изменить, да? Россию можно только верить. О, как. Здорово, здорово. Вот. А у меня выпала карта целительства. Видишь? Так. И что еще? Коротко. Произойдет исцеление. Ну, так, выход из карантина, да. То есть, выход из... Что-то сюда снимется как-то, чего-то. Да. Отлично. Вот этот вот, я надеюсь, что вот этот вот сглаз, который ты очень здорово сказал, да, что Россия закрывает видение, что вот это вот как раз в этом плане уйдут вот эти вот шуры. Ну, мне такая информация пришла. Я же не говорю там, так, сейчас я посмотрю, что пришло. Мы не последние, ребята, чтобы вы точно понимали, мы не последние инстанции. Мы просто подключаемся к определенным энергиям, к высшим энергиям и считываем информацию, которая сейчас идет, да? Вот и все. Вся наша работа. Мы такие проводники. Ну, каждый, каждый человек, который живет в своем государстве, он желает, чтобы его государство процветало. В любом случае. Да. Рафаэль, а вот поскольку у нас здесь есть, конечно, мы как бы рассчитывали, не рассчитывали, а, ну, так пришло, да, тема страха, тема страха именно нового, но я сейчас вижу, что вот вопросы, конечно, не задают, но я знаю, что Валентина у нас из Италии. Вот. А можешь посмотреть, что, допустим, какое развитие событий в течение этих 180 дней, да, ты сказал, будет для Италии? Там. Просто чисто. Нет, информация есть информация. Самое главное, самое главное, это просто задавать вот это время, цифру времени, это очень важно, потому что, когда времени нету, то ответ размазанный, он как бы вот вокруг да около, поэтому… Смотри, полгода. Да, да. Италия – это такая некая звезда… Подожди, дай мне возможность перевести Валентина специально для вас и для тех, кто смотрит нас из Италии. Я задала вопрос Рафаэлю. Что ждет, какие, скажем так, что ждет Италию, да, в течение полугода? Еще бы есть вопросы, что Рафаэль спешит специально в Италии, в течение полугода. Так, что говорить, да? Только ты пометя мне, потому что, да, невозможно… Я сразу хочу сказать, вот у меня сейчас есть страх, Ах, я не профессиональный переводчик. Спокойненько, спокойненько. Я что сейчас делаю? Никогда начал ролик у вас. Я сейчас что делаю, да, зажглась эта лампочка. Я просто мысленно иду в энергетическое свое пространство, выключаю эту красную лампочку и начинаю переводить. Дело в том, что когда вы делаете определенное действие, которое вам нужно, да, вы делаете его в медитации, вы обязательно потом после медитации должны сделать шаг, первый шаг. Вот это очень нужно. Тогда вот этот вот страх, он сразу… Эта программа, ну, не сразу меняется, но, по крайней мере, закладываются вот эти вот новые реакции, новые импульсы позитивные на физическом уровне и меняется энергетика. Вот. Итак, попробуем. Попытаемся. Да, Италия – это такой, знаете, это звезда на небе. То есть Италия всегда она на… всегда на устах. Ответа. Оцяк, стоп. Оцяк! Оцяк, это создание. Оцяк, это�а… Италия – это�atu из уны. Оцяк… И стола из уны, телефёль, то есть пantly, что Италия – и�и, это слышал… Оец ацяк… Оцяк… В течение полугода, 180 дней, Италия, она включится, как она и была Италией. Она будет эталоном, светом итальянской моды, финансов. В течение полугода, Италия, она включится, как она была раньше, как она была в программе, где она была культурным центром, где многие люди знают, где она была очень интересна. Еще раз, можешь повторить? Чего, все? Ну, Италия, ты как всегда, Италия, скажите, я сначала свой скажу, все, что я хочу сказать, да, потом мы будем, на русском хорошем скажу языке. Значит, смотрите, Италия, они потихонечку, во-первых, возвращаются в четкое понимание, то есть вот четко будет то, что они, не то, что приходят в себя, они станут лучше, чем они были. Потому что, во-первых, они будут дать информацией, как работать с вирусом, да, они будут рассчитывать на, забегая вперед в будущее и знать, ну, как им, где, как противостоять, чего. Вот, это мистическая, магическая страна, вот, там сильные люди живут, и все, что их не убивает, делает их сильнее. Просто в данный момент, опять-таки, это экономический кризис, который будет тоже преодолен, он будет также преодолеваться спокойно, постепенно, потому что людям нужно слушать себя. У них начинается все сначала, у них есть четкое видение, как им идти, то есть негатива никакого нет, то есть выход из вирусов, вот, слушать себя, четко чувствовать землю под ногами, вот, приход финансов будет не сразу, но он потихонечку, у них уже там в течение полугода выработается какая-то политика, что они не будут там кричать караул, что кризис и так далее, вот. В данный момент, да, у них осталось мало времени, потому что есть паника, эта паника, она сеется, ну, искусственно, скорее всего, какая-то паническая, опять-таки, здесь же страхи, возможно, да, у людей, вот. И эту панику нужно убрать. Чем быстрее ты уберешь панику, тем быстрее пойдут дела. Как-то так. Переводите. Да, по-панической. Die Italien, also die Экономика von Italien, die Italien wird einfach aus dieser Situation mit Heilung, mit Verbesserung rauskommen. Die Italien, das ist ein magisches Land und dort leben sehr kräftige Leute. Deswegen, diese Energie spielt eine große Rolle beim, wie sagt man das, bei dieser Ausstellung, würde ich sagen. Die Italien, es ist klar, dass es die Leute haben jetzt Panik und es ist jetzt ökonomische Krise auf die Nase und das ist alles nicht so einfach. Aber die magische Energie Italien wird einfach Italien aus dieser Situation herausbringen. Und von meiner Seite kann ich einfach diese Karte zeigen. Ich übersetze dann auch auf Russisch, also für Italien habe ich die Karte, dass es mein Vogel im einen Käfig ist und aus diesem Vogel sitzt im Käfig und fühlt sich im Käfig. Aber in der Karte sagt, dass es die Karte ist offen ist. Jetzt я переведу на русский языk. Was ist das? Was ich gesagt habe? Es ist wie eine Karte. Die Karte ist wie eine Karte. Die Karte ist in diesem Moment in der Karte, aber die Karte ist in der Karte. Das ist das Karte. Das ist mein Karte. Das ist mein Karte. Das ist mein Karte. Genau. Die Italien muss sich selbst hören. Das ist wichtig. Und nicht denken, dass sie im Käfig sitzt. Das ist natürlich nicht so, wie wir eigentlich so gedacht haben. Aber... Мне теперь трудно перейти на русский язык. Pardon. Das ist natürlich nicht so, wie wir, vielleicht, so wie wir plämmen haben. Aber wie geht, so geht. Wir arbeiten mit dem Motto. Ja, 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 ja. Поэтому wir отвечаем auf verschiedene Fragen. Ja, 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 ja. Und alles ist wichtig. Wir werden, können wir denn haben nur andere Menschen in Leuten, aber auch andere Menschen in irgendeinhalb. Правильно? Natürlich. Das ist richtig. Wir geben uns jetzt einen kurzen Experiment. Wir werden uns nach. Я хочу задать вопрос, кто нас сейчас слушает, задавайте свои вопросы, что я еще хочу сказать по страхам. Я могу, если сейчас вы напишите, что вы хотите, у нас, конечно, сейчас задержка есть определенная, но я могу дать по случаю, скажем так, Дня России, Германия дает медитацию очень хорошую, которая, можно сказать, сегодня мне пришла к этой теме. Как выключить свои вот эти вот страхи, которые мешают вам двигаться, то есть есть как бы различные страхи, есть страхи, которые проверяют вас, где вас проверяют свыше, действительно хотите вы это делать или не хотите. Есть страхи, которые просто заложены в вашу программу и они как вызывают определенные реакции и вам мешают. И я могу сейчас вам дать просто технику, которую вы можете выполнять, когда у вас, допустим, какой-то экзамен, когда вы чувствуете этот страх. Так, но потом, ребятки, важно, чтобы, важно потом идти и делать. То есть не просто сделать эту медитацию, но действительно понять, что за страхи у вас есть и сделать, допустим, еще раз эту медитацию и идти делать. Я обещала на прошлом эфире, что я дам медитацию, я планировала дать другую, но ничего страшного. Готовы? Ты готов? Давай, 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 что там, Дос? Давай. Хорошо. Так, у нас вот эта вот задержка идет, поэтому я не вижу вопросов. Пока пишите вопросы, да, пишите вопросы и сложите медитацию, да, так не получится. Ну хорошо, давайте сделаем медитацию и потом напишите свои ощущения по медитации и заодно задайте вопросы. Сделаем вот так, прошло. Итак, по случаю России и не только дня России. Глубоко вдохните себя. Закройте глаза. Сядьте, пожалуйста, руки. Прислушайтесь к себе. Еще раз. Глубокий вдох. И выдыхая, увидите голубую дверь своего пространства. На этой голубой двери стоит название. Мои реакции, моя эмоциональная память, которая мне мешает двигаться, мешает моему саморазвитию. Пойдите в эту дверь и увидите там большой экран. На этом экране горят красные и зеленые лампочки. зеленые лампочки мы не трогаем. А вот красные лампочки не нужно сейчас сдаваться, какие страхи у вас есть. Вы просто своим сверхсознанием в этой энергии выключайте эти лампочки. Энергия, которая сейчас сопровождает, дает вам прием. Не нужно идти в суть лампочки. ее можно просто выключить. Увидите, что лампочки потухли. Залейте все пространство солнечным светом. Залейте с этим светом пространство мудрости, решения, смелостью шагов. радостью от результата. Глубоко вдохнув себя, выйдите из этого пространства через эту голубую дверь. И войдите со вздохом снова ваше физическое тело. вздох. Вдох. Еще раз глубокий вдох. И выдыхая, преднесите всю сделанную вами работу в форме вибраций в ваш мозг, в свое физическое тело. посидите посидите некоторое время, распределив эту энергию в своей клавице. Глубокий вдох и с выдохом откройте глаза. Вот такая простенькая медитация. Вы можете сейчас написать, какие были ощущения и задать еще свои вопросы. к нам присоединяется Александр. Я надеюсь, Александр, если вы не успели на медитацию, дело в том, что у нас идет 30 секунд задержки, то посмотрите обязательно на записи. Александр, у вас есть какие-то вопросы либо по теме страха, либо вообще по каким-то темам вашей жизни или по здоровью? Ну что? Нету никого страха. Так, давайте что? на неделю на неделю, да? Давай. Давайте на неделю. Что нас ждет у нас сегодня? Надо будет как-то вот я это делаю каждый день, но мы давайте на неделю, да? У нас сегодня получается ням-ням-ням-ням 12 июня, да? 12 июня в пятницу 2020, да? И мы делаем такое предсказание, скажем так, совет по энергетике, по физике, по энергетике, да? Потому что в любом случае, когда ты делаешь какое-то предсказание, у людей есть сопротивление, потому что опять-таки присутствуют какие-то страхи или что-то еще, да? так называемое сопротивление. Мы даем на неделю, на следующей неделе на что-то обратить внимание, неважно, кто, какой человек находится там, в какой стране, у кого день рождения, абсолютно. Самое главное, чтобы он в течение следующей недели нацеливался на те вещи, которые он хочет, да? И то, что я ему скажу, оно совпадет, его желание совпадет с его возможностями, скажем так. Неделя будет такая оптимистичная, вот, очень благоприятна для покупки обмена жилья, переездов, поднимания самооценки денежной недели, то есть деньги, вот, значит, кто-то начнет все сначала, у кого-то, кто-то начинает все сначала, вот, это помощь родственников, вообще, люди с хорошими вибрациями, это очень сильная неделя для них, потому что они, у них будет такая очень эмоционально сильная неделя, нужно смотреть за эмоциями, безусловно, любви, чтобы они находились на позитиве, они получат очень много изобилия, вообще-то неделя изобилия и сулит успех всем, кто находится на позитиве. Ока. О, здорово! Замечательно. Так, ждем, ждем ваших вопросов. Можно просто на будущее вопросы записывать в течение недели, они могут писать, и такие, ну, допустим, у человека нет возможности выйти в такой эфир, да, во-первых, у всех разное время, вот, и какого-то поднимать вопрос. на самом деле... А что ты нам если переводить еще надо? Часы? Ну, я думаю, что это все, это все-таки, это все нюансы, нюансы, вот, и сейчас просто очень много эфиров, очень много контента, очень много информации, и люди, многие не знают, сейчас мне даже в WhatsApp пишут там что-то, а я не могу переключить, сейчас я переключил, у меня, вообще, я сречу с эфира. Вот, ну, естественно, куда я денусь, когда с подобной лодки-то? Вот, у нас сейчас... На лодке уже плывем вместе, значит, просто, на самом деле, сейчас у людей это новая энергия, новые вибрации, они, их немножко, нас всех немножко так потрясло, вот, для того, чтобы человек, опять-таки, вот, ушел страх там заболеть, что-то еще там, чтобы он начал заниматься своим здоровьем, чтобы он, больше занимался своим духовным развитием и так далее. Сейчас я посмотрю, что у тебя на странице, может быть, там у людей есть вопросы. Ну, у меня надо компьютер поставить, если у меня будет компьютер, тогда можно будет это больше смотреть, здесь у меня два телефона, и один я переключаю, а другой в эфире, то есть у меня там особо не поглядишь. это понятно, это понятно, ничего страшного, мы здесь, так что все нормально. Просто, может, уже будем заканчивать, если никаких вопросов нет. давай мы людям, давай мы всем, ага, вот Анна присоединяется, Анна, очень поздно вы уже присоединились, хорошо. Ну, ничего, ничего, ничего. Анна, вы можете задать вопрос, что вас интересует, по здоровью, и какой-то жизненный вопрос. мы с удовольствием оба ответим. Я со своей стороны, Рафаэль, со своей стороны. Я завтра поеду, мы поедем это купаться, то есть, по идее, даже быть, купили работу, я не знаю, но у нас храмы уже работают, в храмы заходишь, там уже там, делаешь дела, пишешь записочки, там уже так открывается все, уже прям настроение хорошее, солнце, то есть, людям надо максимально повышать вибрации, повышать свою духовность, больше служить себя, быть в себе. Давайте мы тогда заканчивать, хорошо. Она была, она была медитация, а вот вы потом посмотрите, тогда и сделайте записи. Давайте так, вот для тех, кто нас слышит сейчас, и кто будет слышать позже, вы пишите свои вопросы, мы, пишите свои вопросы, либо мне на WhatsApp, либо Рафаэлю, вот у него стоит телефон, мой телефон, я поставлю под записью, кто меня знает, естественно, знает мой телефон, или пишите на странице в фейсбуке. Мы заканчиваем всех с праздником, днем России, и вот здесь телефон. Мой телефон я напишу сейчас здесь, чтобы вы узнали, и написали его, и все слова. Ну что, все, надо просто будет, я думаю, что у меня информация пришла, надо будет просто мне брать телефон, крепить, крепить телефон. Привет, Лариса, мы уже уходим, Лариса пришла. Лариска. Да? Просто я, знаете, я буду делать как, я буду второй телефон ставить на рогатке, чтобы он смотрел, чтобы был эфир, я в это время включу просто эфир в, ну, в контакте, и тогда люди будут писать, потому что так, они по этой ссылке, они ничего не понимают, она их то ли не пропускает, то ли они там не зарегистрированы, там, что-то, короче, там какой-то каламбур получается? Нет, вот там, я не знаю, какую-то ссылку поставил, ну, ладно, хорошо, мы технически, технически, ну, я прислала на страницу, в принципе, вот у меня все работает. Короче, ладно, я уже, сейчас у нас мужские свои, там, понимаешь. А у нас женские. Все, ребятки. Все, всем хорошего настроения, позитивного, позитивной энергии, смотрите медитацию, смотрите еще раз нашу запись и пишите ваши вопросы либо по моему телефону, либо по телефону Рафаэна. Мы с удовольствием ответим на следующем эфире, который будет в следующую пятницу в 19.00 по Москве. Ну, пока. Чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok